Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Сегодня, девочки и мальчики, хочу еще показать вам небольшую часть моих растений, которые сейчас цветут. Некоторые из них вы уже видели, некоторые нет. В ленинградское мороженое химирка цветает. И также цветает РС Дар Небес. Сейчас мой любимчик с любимыми рюшечками стоит такой грустный-грустный. Цветочки отпущены, которые уже отцветают. Многие цветочки уже сняла с него. Стоит такая грустняшка. Но даже последние цветочки, они и то радуют. Нравится мне этот сорт. Хорошо, что очень часто цветет, поэтому еще раз я вам потом покажу. Это АВ, розовые розы. Продолжают цвести. Тоже уже много цветочков сняла. Но цветы очень густо махровые, набитые, очень тяжелые. И вот сейчас уже цветоносы не особо как бы держат цветы. И они немножко уже клонятся на листья. Но тем не менее, это фиалочку не портит. Она все равно красива, хотя уже тоже отцветает. Очень нравится мне каемочка у нее с фуксиевым цветом. А здесь АВ, подмосковная роза. Тоже доцветает. Настолько долго цветет. Уж вроде кажется, все сейчас отцветет. Сниму цветоносы. Пересажу ее. Но нет. Она дает новые цветоносы. Опять цветет. Цветочки у нее не крупные. Буквально 3-4 сантиметра. И розеточка сама очень маленькая, как полумини. Нарядный сорт. Продолжают цвести РМ розовые кудри. Кудряшка моя. Каждый день любуюсь этими кудряшками. Конечно, когда не на камеру смотришь, цветок немножко по-другому смотрится. Намного интереснее. Ну и на камере тоже ничего так выглядит. Тоже цветочки есть белые, есть с розовым. Каждый цветочек по-разному окрашен. Не знаю, так должно быть или не должно. Хотя на выставке видела вообще чисто белый вариант. Это Ален Электрик Блю. Продолжает цвести. Цветет шапочкой. Цветет уже довольно долго. Тоже надо бы отдохнуть сорту. Иначе все листья на макушке измельчают. Чем дольше цветет сорт шапочка и много цветов дает, тем потом больше у него период отдыха, восстановления. Это селекция Елены Лебецкой. Ли Авантюра. Я уже как-то показывала вам ее, эту авантюрную барышню. Тоже все цветочки разные. Есть цветочки с белыми лепесточками вверху. Есть без белого. Сорт Фэнтези. И от этого каждый цветочек раскрашен по-разному. Где голубые штрихи, где полосы, где пятна. Но барышню это не портит. Ну и еще одни помпончики показываю вам. Этот сорт я уже часто показывала. РС Омут. Все цветет и цветет. Шары все больше и больше становятся. Все в замечательных рюшах. Вот всего четыре цветоноса. И вот так вот красиво смотрится сорт. К сожалению, после обработки, когда я обрабатывала еще прошлый год от трипса, растения очень медленно восстанавливаются. Листочки дает, но они все равно с какой-то желтинкой. Поэтому я их никому не отсылаю. Хотя желающие есть. Все-таки вот отсветет. Там посмотрю. Надо восстановиться. Ян Каприз. Продолжаю отрадовать двумя цветоносами. Больше не дал после переукоренения. Пусть отдыхает. Сорт Евгения Архипова. Млечный путь. На камере он, девочки, под лампами совсем другой. Возможно, очень яркое освещение. И поэтому он вот такой светлый кажется. А вот когда смотришь мне на камеру, цветки практически черные. Такие прямо махрово, винно, сливово-малиновые. Что-то такое. Вот. Я даже не знаю, как описать этот цвет. Насколько он красивый темный. Еще один красивый сорт иностранной селекции. Название я подписала. Никогда не заплывает от жары. Всегда красивый, нарядный. На подоконнике цветет шапочкой. А вот не на подоконнике. Вот так немножко развалена цветоноса. Еще один сорт иностранной селекции, который мне тоже очень нравится. И снова цветет очень давно. Вот цветочки, которые давно расцвели, они уже как бы обесцветились. А вот которые недавно, они яркие. Лейзоль, да, продолжает радовать цветочками. Очень нравится и сама розетка цвет. И сами цветочки. Такими розочками. Цветоносы, конечно, слабоваты. Может на подоконнике они у нее будут. На естественном освещении не такие мягкие. Но вот на стеллаже так. И еще моя красавица. Вы, наверное, ее узнали. Масс Мелоди Гелл. Мелодичная девочка, красивая. Очень нравится вот этот коралловый цвет. Такой необычный. У меня, наверное, единственная фиалочка с таким цветом. У нее и каемочки, и точечки фэнтези. Прямо такая вот милашка. Спринг роз продолжает цвести. Тоже будет цвести долго. Хотя вот некоторые цветочки уже срезала, пожухли. Но там начинают набирать другие бутончики. Еще подсветет. И снова АВ Ленинградское мороженое. Тоже уже доцветает. В серединке розеточки уже старые цветочки я сняла. Тоже доцветет. И потом сниму с нее пасынки. Много желающих на этот красивый сорт. Поэтому укоренен. Ну и еще одна королева подоконника и стеллажей. АВ Озерная фея. Продолжает цвести шапкой. Цветов море. Я уже думала, что все. Она уже в полном распуске. А сегодня смотрю. Нет, барышня еще набирает бутоны. И не собирается отцветать. Тоже люблю вот таких рюшастиков. Очень нарядно смотрится. Очень красивый сетчатый рисунок по лепесткам. Такая модница красивая. Очень рада, что так долго цветет. Тем более это первое цветение розеточки. Я ее брала молодым стартером. Около двух месяцев назад. Еще даже двух месяцев нет. И вот так она цветет и радует. Спасибо, дорогие, за просмотр. Спасибо, что заходите на мой канал. Благодарю вас за лайки. За очень теплые комментарии, которые вы мне пишете. Спасибо вам огромное. Буду рада и дальше снимать для вас видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok